19 августа Спали вот в таком вот городском сквере с Ромой недалеко, вот там уже дорога автобусная остановка да, в Хабаровске мы спали, ночь провели ну и сегодня будем двигаться дальше, сегодня у нас уже 41 день путешествия отчет мы вчера начали на обратную дорогу километража ты скажи, наверное, первый, да, скорее всего потому что, что уж там считается что было потихоньку начинается осень листья уже желтеют а что, сегодня уже 19 августа такая вот история поляну, конечно, вообще вчера зачетную нашли здесь и трава низкая такая ну и рядом, конечно, с городом там уже дорога машинки ездят ну вообще, очень уютная поляна очень классная не пришлось нам идти до моста 3 километра топать посреди ночи день сегодня замечательный солнышко вышло в общем, сейчас собираем свой лагерь и отправляемся за новыми приключениями света потихоньку готова к приключениям к новому дню я еще не поняла еще не поняла ладно, будем собирать вещи двигаемся на выход из города вот проходим вот проходим тут мемориал великое отечество я так полагаю а это Хабаровский политехнический институт вот это так что мимо политеха идем сейчас тут что-нибудь придумаем может на чем-то уедем на каком-то автобусе чтоб мостом перебраться мне сказали что прямо в университете есть банкомат сейчас посмотрим есть ли он тут нашел банкомат в университете теперь вот иду искать аптеку надо свете купить немесил улица вон даря шося вот какая ветрюга вообще сильнейший друзья, мы все еще в Хабаровске сидим на остановке ждем какой-нибудь автобус который нас вывезет за город и вы представляете сходил в магазин и попалась юбилей на 10 рублей с Хабаровском надо же какое совпадение в Хабаровске монета с Хабаровском вообще классный трамвай такие вот зачетные трамваи есть старые вообще классный трамвай с Хабаровске с Хабаровске Наконец-то чудо свершилось Мы выбрались из Хабаровска Переехали вот только-только Хабаровский мост Вот он остался Сзади нас Всем хабаровским жителям Большой-большой привет от нас Ну и как бы это ни было Печально и жалко Но придется прощаться Мы уезжаем Так что все, стопим Дальше машинки Красота Воды много Дожди Дожди идут Все затоплено Затопило Дальше машинки Субтитры делал DimaTorzok Какая красота Субтитры делал DimaTorzok 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 Дороги лет 11 Сергей говорит, что еврей дороги не умеет строить Дорога сама по себе достопримечательность Не надо ничего искать, никуда ходить Особенно, когда она хорошая Дорога самОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО2 Куда к ним такой заезд не буду везти? Живут за счет завода цемента. Изготавливают здесь спаски цемента, называется. Чтобы больше не готовой инфраструктуры у нас тут нет. Только продажа цемента. Отдuch. Вот такие вот маленькие вот такие вот такие вот. Возьмите в стюрку. Возьмите в зубы. Замечки над головой. Прикладываю в зубе. Мощные горы Ну, а тут лучше 73 километра Мощные горы Вот и вечер Солнце садится А мы опять по темноте приедем сюда Сегодня мы зарплату видели За несколько дней первый раз За много дней даже Вот такая красота Обычно все сопками закрывают А ну и полоса такая Облачная Красиво смотрится Вообще классно смотрится Выезжаем из Юверейской автономной области Начинается Амурская Вот знак Все У Амурской Сейчас время же, да, должно? Жека? Нет Доехали мы до Новобурейска Где-то здесь мы скоро Вот вылезем с машины И пойдем ночевать Сейчас нас на посту Остановили ДПСники Ну, сейчас там оформят какие-то документы И дальше едем Скоро будем выгружаться Света в спальнике спряталась Типа ее тут нету Так Все нормально Сегодня 500 километров пройдено у нас Вчера 750 Сегодня 500 Неплохо идем В сторону дома Света говорит Быстрее двигаемся как-то Ну, это пока Все, мы доехали до Новобурейска Вот, Сергей Спасибо тебе огромное Огромно-огромно Подвез нас Все рассказал Все показал Сейчас пойдем, короче, ночевать где-нибудь Так что сегодня еще 500 километров пройдено Благодаря Сергею Все, пока Давай, все Расположились мы со Светой в палатке Прямо А это самое Где прямо? На обочине Вот На обочине дороги Прямо, короче, недалеко от заправки Где нас Сергей высадил Ну, и будем тут отдыхать Потому что сейчас темно И где-то что-то бежать Искать, это проблема Так что так вот В общем, на сегодня день завершается Так, все остальное завтра Спокойной ночи Сейчас будем пить Вкусный чай А, ну да Сейчас мы, да Скипятим чайку Попьем и влежем отдыхать 20 августа Вот тут отстояли прямо На обочине дороги Нашли вам полянку Все, лагерь собран Сейчас пойдем Зайдем в Новобурейск Тут недалеко Вроде бы Около Километра Полутора Может быть Посмотреть новую палатку Что-то зашла Такая вот идея Потому что Эта вся течет Китайская хрень Ну, там тоже китайские Но там, говорят Настоящий Китай Качество Посмотрим Может зайдем Идем со света В Новобурейск Он уже знак показался Километр От основной трассы А тут чудо какое гулять Привет Привет Привет, привет В Новобурейске нас встречают Не только коровы Но и собаки А, еще одна Тузик Тузик, привет Бобик, шарик Как ты Смотри На дороге Что-то не сбили Ну, а вот Новобурейск Мы в Новобурейске Вот эта река Бурея Это СГС оттуда Вот так вот Пену гонит Это все СГС Скорость, да В реке вообще Большая Там Железная дорога Мост По такому течению Сплавляться вообще Кайфово, да Ну, в общем Палатки не оказалось У китайцев Зря приперлись Такую дорогу И все зря Друзья У нас все удалось Китайцам мы не нашли Палатку Но нашли в магазине В охотничьем Беркуф Купили вот такой вот Какой-то Кэмпинг-тент Тоже китайская Короче говоря Но говорят, что это Качественная Китай Она довольно легкая Хотя объемная И тент Неплохо Ну, как Тент Хрень, наверное 3000 мм А вот дно хорошее Ну, мы сделаем, я думаю Обзор отдельный После того, как ее поставим Будем сегодня вечером Ее оставить Там поснимаем Конкретно уже Всю эту палатку Ну, если получится вечером Может, опять ночью прием Ну, да В общем, сделаем В любом случае Если ночью так не получится Вот такой вот Там город Бурейск В этом магазине Палатку покупали В Беркуте Если что Имейте ввиду Здесь есть Палатки Вдруг кто-то попадет В такую же ситуацию Как мы Армейцы Тут ездят Везде Кучу соляров Выпустили Из своей Замечательной Машины Поздравляю тебя, коллега С покупкой Нового дома Я тебе тоже Спасибо Передвинулись мы Со светиком Километров на 30 Стоим дальше День прекрасный Тепло Вот такое вот Дикое место Ничего нет Решили мы Со светиком Зайти вот В такое кафе Барак Обамы Это очень интересно Да Тут вот Александр Нас довез Это город Белогорск Вот туда вот Дорога на Белогорск Пошла Вот Сейчас мы Наверное зайдем Что-нибудь перекусим И поедем дальше Но кафе зачетно Если бы не эта Надпись Не его название Наверное бы не пошел Будем кушать Ребята Это наш обратный маршрут Мы еще здесь Ну короче Далеко нам еще Очень далеко Даже кады есть Не вижу даже где Честно говоря Волок бы нашел Вот Вот Да это надо же Вот так Карту такую Зафигачить На стене Вот смотрите Вся Россия полностью И вот это Маршрут Который мы прошли Уже Пока обедали В кафе Познакомились С Александром Из Северо-Байкальска Коллега ваш Да-да-да Тоже Автостопщик Мотоциклист Вообще Просто Классный путешественник Автостопщик По идее Но Задал себе Уровень повыше Решил попробовать Что-то новое Советую Очень так Неплохо Решил не стоять На дороге Да Так быстрее Чем автостопом Да-да-да Давай я-то тебя Хоть бы снимаю Пошел в кафе Перекусить И вот Увидел Двух коллег Своих По цеху Так сказать Вот так За руки Пересекаемся Постоянно С кем-то Познакомишься Находишь новых друзей Это вообще весело Интересно Утешествуйте Советую Друзья Времени 9 часов вечера И мы Со Светой Гребем В сторону Тынды На Якутск Это развязка 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 Проехали мы Сегодня 700 км Да До Тынды Осталось Там что-то Не знаю Не помню Сколько Ну 170 км Может 180 Так что Вот На улице Опять уже Стемнело Как будем Сегодня Оставить Палатку Я не знаю Но посмотрим Как и где Сама Главная Нашли мы Со Светой Местечко Прямо На развязке Сейчас Пойдем Оттуда На обочину Там Поставимся Тут еще Свет Есть от фонарей Может быть Новую палатку Удастся поставить Поснимать Конечно Как обещали Установку Не получится Потому что Темно Завтра Да Поснимаем Палатку В установленном Виде Но если У нас Получится Я поставлю Добрый вечер Добрый вечер Мы сидим Со Светиком В новой палатке Собрали мы Все же Как-то Неправильно Конечно Мы собрали Эту палатку Но мы ее Собрали Завтра Будем Днем Как-то Переразбирать Пересобирать Вот так В общем Будем сейчас Пить чай И отдыхать Что-нибудь Перекусим Попьем чайку Лежем Спать 21 августа Уже Далеко Не утро Вот Мудрили Тут с палаткой Переставляли Ее правильно Как она Должна Быть То есть Мы вчера Дуги Запихали Под Тент А надо Чтоб он Снаружи Тента Был Так что Сейчас Переделали Вот такая Палатка Тамбур Правда Не поставлен Уже Колышки Сняты У нас Переставляли Не знаю Так себе Очень здорово Она копит Конденсат Вот дождя Не было А проснулись Такое ощущение Что всю ночь Ливень шел И внутри Все сыро Все стенки Прилипли И снаружи Ничего хорошего Ну короче Китай Она в Африке Китай А старую палатку Пришлось Вот Ликвидировать Срезали С нее Кое-что То что Нужно Было Такая Вот История Собрали Со Светой Лагерь Свой Все Уместили Все Кроме Палатки Жалко Расставаться С нашей Палаточкой Ну что делать Придется Дальше Двигать С другой Не унести Все Слишком Далеко Тащить До дома Успокаиваем Себя тем Что она Все равно Текла Поэтому Наплевать Такое Живописное Место У нас Было Сосенки Лиственницы Сейчас Будем Выходить На дорогу Попытаемся Двинуться В сторону Тынды Хотя Трафика Нет Вообще Практически В ту сторону Ну попробуем Вот такое Вот тут Движение На дороге Можно Просто Посреди Трассы Ходить Там Тоннели Сделаны Интересные Под дорогой Два Тоннеля Так Идем Посреди Дороги Машин Нема Вот С той Дороги Едет Кто-то Но Мы Не успели Вот Оттуда Мы Пришли Вот Отсюда Сейчас Будем Здесь Машинки Стопить А здесь Ребята Вот Такой Вот Знак Трассе А360 Невер Якутск Вообще Прикольный Знак Вот 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 Невер И пошло Тында Куда нам надо Нерюнгри Алдам Угу Качикатцы Нижний Бестяг Якутск Такая вот Дорожка Тут Даже Информация Есть Допустим Якутск Что там По населению Туда-сюда Все Нижний Бестяг То есть Крупные Города Прописаны Там Мод Алдам Интересно Сделано Классно А да Вот Еще Чульмам Нерюнгри Тында Невер Полностью Все Расписано Где Что Есть Проехали Мы Населенный Пункт Соловьевск Подвезли Нас Две Девушки Спасибо Им Огромно Завезли В магазин Соловьевск Мы купили Со светой Водички Которая У нас Не было Вообще Практически Ну и Вот Дальше Стоим Стопим До Тынды 128 Едем Мы Сывалом В сторону Тынды Дороги Кончились В России Вот такие Вот пошли В сторону Якутска Одна Былюка Видимость Ноль Идем По Бомбе Видимость Ноль Идем По Приборам Еще будет Объездная Строится 30 Км Порядку Так же Будет Подниматься Мостовые Сооружения Объем Гораздо Такое Финансирование У него Хорошее Будет Шикарная Дорога Потом Я тебе Покажу Там Альдогой Заснимешь Которая Старая Дорога Была Ее Цеки Строили Эту Дорогу То есть Я даже Картинки Как-то Смотрел Действительно На конях На лошадях Там Руками Пнями Трамбовали Столько Тут Смертей Тут Соловьев Кулак Раньше 60 тысяч Населения Только Признано 60 тысяч Умерло Тиф От Брюшного То есть Сколько Тут Вообще Людей Полегло Это Просто Хараон Вообще Вот Это Вот Вся Вот Эта Местность Наполнена Такая История Вот Эти Перепрессия Очень Много В общем По легендарным Местам Проезжаем Сейчас Вот Такая Красота Смотрите Люди Просто Наслаждайтесь Вы Здесь Приедете Сюда Найдите Время Посмотрите Покопайтесь В истории Живем Да Я вот Об этом Думал Кто Что После себя Оставит Вообще Подумал Подумал Ну Вот Я здесь Камень По любому Канал Ходил Приложил руку Как говорится Постройке Этой Дороги Это Уже Как говорится Остался Где-то Пчел Привет Вот В таких Как местах Мы находимся Сейчас Просто Здорово Света Как тебе Дорожка Как тебе Красиво Вообще Классная Города Дорога Просто Супер Вот Старая Дорога А Вот Видно Там Частично Она Что-то Прогридировала Что-ли Рекультивация Простая Каждый Получается Весну Осенью Там Прямо Жесткая Налень Была Я ее затапливаю На мосте Утого Здесь Дороги Такие Высокие Ясно Сейчас Передим Будет Выехать Миллион Пуков Освоил Миллион Это Кнопка Дороги Высоченные Высоченные Вот Иван Сказал Потому Что Затапливается Поэтому Дороги Приходится Поднимать Очень Высоко По дороге Едем Дорога Практически Наравне С сотками Вон там Внизу Лез Как уже едем Высоко Дорога еще Вышла Забираться Вот Самая Большая Выбка Не Блин Дорога Ну вот У нас Заменита Своими Перевалами Сейчас Мы по ней Поедем Кстати Вы Может быть Кстати На ней Первый И последний Раз Потому Потому Что Новую Построим Скоро Она Уже Ищет То есть Короче Говоря Да Действительно Возможно Это Будет Последний Проезд На этой Дороге Дальше Пойдет Новая Сейчас Увидим Старую Из комбинетовую Дорогу То есть Вот Это Иван Та Дорога Есть Которую Заключенные Строят Да Вот Это Она Ясно Вот Это Да Повороты Так Повороты Вон Где Фура Идет На 180 Градусов Так Да Получается Так Потому Что Сейчас Мы вообще Конкретно Размеремся Больше Не видно Все В пыли Посреди Глубов Пыли Показалась Река Альдогой Здесь Дожди Идут Ливни Осадки Здесь Достаточно Обильные Вот Эта Речка Так Расплывается Вообще Неуправляемая Иван Сказал Что По Некоторой Информации Непроверенная Эта Река Названа Возможно В честь Партизанки Ольги Догоевой Ольги Заниматься Автостопом Ремонт Дороги Как раз Перед Знаками Не знаю Застопим Кого Или нет Но попробуем Он может Автобус Сейчас Остановится Автобус Увез Последних Людей Которые Были На этой Дорожные Рабочие Остались Совсем Одни На Абсолютно Пустой Дороге Без Транспорта Без Людей Будем Ждать Медведей Будем Ждать Света Света Как ты Относишься К медведям Положительно Положительно Я тоже Когда Они Далеко От Насколько Здесь Природа Красива В этих Краях Сопки Лиственницами Покрыты Такими Красиво Очень Вот Стоим Мы На Дороге В Тынду Нам Тут Обещали Люди Что Это Вообще Мы Попадем Как В Другой Мир Что Здесь Вообще Все Останавливаются И Подбирают Автостопщиков Но Хрен Вам Никто Здесь Не Останавливаться Мы Тут Неизвестно Сколько Машины Все Идут И Никто Просто Не Останавливаться Так Что Чушь Это Все Собачье Ребята Никто Нигде Не Останавливаться Все Зависит Ни От Дороги Ни От Другого Мира Какого Ни От Количества Машин Да Их Может Быть Одна В Час И Она Остановится Их Может Быть Сто В Час И Они Не Остановятся Все Это Чушь Собачья Все Зависит От Людей Так Что Если Есть Люди Нормальные Они Всегда Подвозят Если Люди Как Бы Так Не То Так Такая Вот такая вот красивая Таёжная речка пробегает здесь. Зачётная речка. Так никто и не останавливается. Постояли со Светой, решили немного места поменять. Но по ходу это не помогает. Перешли со Светой на другое место. Вот тут красивая тайга. Рядом речка вроде бы должна быть. Стоянка сделана. Один хрен никто не останавливается. Светлана, вот вы сейчас находитесь в таком живописном месте. Вокруг горы, тайга, медведи гуляют. По ночам по крайней мере точно гуляют. Что ты хочешь сказать об Амурской области? Вот конкретно о дороге на Тынду, на Якутск? Ничего не хочу сказать. Ничего не скажешь? Да, в порыве могу наговорить лишнего. А, в порыве лишнего, понятно. Стоим тут уже сколько? Часа четыре? Ну да, где-то так примерно. Столько машин мимо проезжает, ни одна сволочь не остановилась. Передай там Серёге привет, который нас подвозил, говорил, рассказывал нам о другом мире. Серёжа, твои сказки о том, что здесь другой мир и люди другие все останавливаются отзывшие. Всё это фигня. Будешь, наверное, нас смотреть, услышишь привет. Ха-ха-ха. Так что так. Сам не верь и другим не говори. Да-да-да, сам не верь в эту чушь и другим не рассказывай. Природа действительно красивая. Но это, по-моему, максимум удовольствия. Природа красивая, а люди многоточие. Природа красивая, а люди многочисленные. полтретьего в следующий день да, после обеда будет в следующий день вот скорая ТНД в 7 утра уехал, в Володюска приехал до вечера я сейчас город еду, Соловьевская, через час мы в городе, а мне надо с тобой передать там кое-что, там и перфоратор там и пакетик маленький ну все, давайте наберу давай дорогу новую делают вот, недавно взрывали таким вот образом строятся дороги в сопках столько труда надо положить будет новая прямая дорога вопрос когда да, Андрей вопрос когда неизвестно ну да вот и показалось ТНД небольшой город но это город видно домов много домов много но это не просто неизвестно это неизвестно но это неизвестно как вот Стояние вон есть, около реки, красиво. Проезжаем реку наименную Тында, вот такая вот красавица, очень красивая речка. Несмотря на подъездную дорогу, такой городок очень уютный, зеленый весь, березки, красивенький городочек. Друзья, Андрей привез нас в город Тында. Ну и вот мы попросили его ночевать, нам где-нибудь тут местечко показать. Он нас вывез на городской пляж. Это река Тында, то что я с моста снимал. Речка вообще красивая, живописная очень. Такой пляж каменистый. Вот сама река, красота. Небо сегодня, о, какое зачетное. Ну, сейчас люди, я думаю, подразъедутся к вечеру, и мы со Светой будем тут спокойно жить. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ